И его конкурент под номером 4, это Ивенков Сергей в городе Яханово. Сергей, расскажи, как сегодня проехал ты? Проехал я сегодня плохо, как всегда, зацепа не было, клей старый, мотоцикл не едет, надо ставить просто дроссель для корбы. Все-таки корбы надо ставить, да? Корбы надо ставить. Может, мотоцикл стоит уже поменять? Нет. Вон ты едет тоже. Валер, нормально, проехал. Валер, как могли все. Да, это хорошо. Я просто последний раз. Короче, из всех, короче, имеет ездить бассейн, да? По старому клею, на старом мотоцикле. Да, он может быть подлетен на ситуацию, на старом мотоцикле, по старому клею. По старому мотоцикле, по старому мотоцикле. На этом мотоцикле начал гонять в таких официальных соревнованиях, где-то с 2015 года, это начало в Рыбинске. Ну, вся суть, что мотоцикл сохранился, как и дороже, для обычной езды. То есть, по дорогам в общем пользование. Мотоцикл сам своим ходом, то есть, я от Дмитрова до Нижнобя приезжаю сам своим ходом. Это 550 километров. Если ехать, допустим, на тюнинге, на карвах и так далее, то будут заоблачные суммы расходов. Вот, на данный момент здесь из тормозной системы колодки Гралфер. Гербераторы у нас, получается, стоковые, с минимальной регулировкой. Выхлоп полный титановый 4.1 в одну банку. У штатного дрозда выхлоп идет в две банки. То есть, и сам диаметра трубы меньше. Здесь диаметра трубы больше. И в одну банку, соответственно, правильный выхлоп. Более правильный... В принципе, вот так он выглядит. Полной снаряженной массой своей. Он очень тяжелый. И, соответственно, половина этого всего скидывается. Но, так как своим ходом я доезжаю, не удается его полностью максимально облегчить. С доработок еще стоят усиленные пружинки сцепления Барнет. То есть, я победил проблему со сцеплением. Она гидравлическая. И когда жидкость нагревается, получается, ведет. Получается, стоптануть нормально. Сцепление отпускаешь, он быстрее, чем отпустил ты, он уже начинает ехать не очень комфортно. Ну, сегодня по старому клею зацеп был средний. Резина пилот мечтен пятый. Чего? Здесь рассказ. Да? Правильно. Сегодня, в принципе, неплохо ты ехал. Какое место занял? Ну, говорят, занял второе место в Слайси-стрит. Пока не верится. Обычно это будут четвертые места. Да уже, уже, конечно. Четвертые. Ну, пока прогресс есть, но небольшой. Но это тоже радует. Ну, с утра как-то это не очень настроение было, да? Я проехал пятьсот километров, Денис. Чего, лишь пятьсот. Всего лишь пятьсот. Ну, конечно, были небольшие ошибки на светофоре. Может быть, усталость уже в дороге. Вот все в один день и дорога, и гонки. В целом, неплохо катались. Прям люди какой-то опыт, пообщались с людьми. Ну, в дальнейшем вообще планируешь там развиваться в этой сфере? Да, планирую развиваться. Развивать драгрейсинг там как-то? Да, планирую развивать драгрейсинг. Буду поддерживать своим участием, соответственно. Нужно, чтобы такая дисциплина в России тоже развивалась. И все же гонять людям по дорогам, у общего пользования. Бывают некоторые гонки, устраивают со светофора до светофора. Да, в городе это может быть неправильно и опасно. Но есть вот такие вот места, которые решают эту проблему. Можно приехать там с друзьями, у кого есть категории мотоциклов. Поверить в свои силы. И у кого их нет, тоже можете приехать. У кого их нет, тоже. Просто приехать. В принципе, вот такие универсальные стрит-дорожники. Все понятно с вами, Сергей? Понятно. Да. Турбину сюда надо поставить. Что? Турбину? От сюда инжекторный мотор, турбину. И когда это будет? Дату опознать, чтобы мы на видео запечатлели это. Дату мы на видео не опознаем. Это пока планы на далекое будущее. Пока тренировки. Ну, тренировки как проходят? Хорошо? Ну, стартуешь ты, один из лучших там, да, как бы, получается у тебя. И по Орлу видно было, и вот сейчас по Нижнем Новгороду. По Нижнем Новгороду, в принципе, обычно поднимается, и довольно-таки высоко стропы я снял. Он не поднимался, буксовал. Вот. И, соответственно, да, зацеп был не особо хороший. Но, тем не менее, мотоцикл, как и ехал. Бесторожный. Кстати, мотоцикл 1997 года, пробегом почти в 100 тысяч километров. Это надо запечатлеть. В общем, почти мотоцикли проехали сотку. 94-119. Да. Сколько скрутил еще? Кстати, да, приборка на этом мотоцикле, наверное, вторая. Ну, по моим подсчетам, там, пробег, наверное, километров. Там, тысяч по двести точно. Вот, тем не менее, едем с мотоциклами, которые, там, в 12-х годах, в 13-х хоебусы. Вот, как бы, не боимся участвовать. Развиваем дисциплину, драгейсинг. Главный противник мотоцикла, это, наверное, хоебуса, да? Там, из тысяч хоебуса, да, некоторые хоебусы объезжают, конечно, просто. Но это, наверное, пилота тоже зависит. Ну, хон, да, по-саму по себе, я вот ездил с тобой, да, мягкий такой, прям, по сравнению... Мягкий, добрый. С хоебусой тут... Ну, надеюсь, что у нас, как бы, люди заинтересуются мотодрагом и будут участвовать. Ну, судя по народу, который приезжает, там, в Орел, в Нижний, люди интересуются, да. Но... Просто пока это, я думаю, не особо массово известно. Ну, люди знают, но почему-то мало кто участвует. Но есть, вообще, участники. В дальнейшем, я думаю, будут участвовать, если будем показывать, рассказывать вообще о этой мотодраг жизни. Покупать отдельные мотоциклы, покупать весь тюнинг, вкладывать кучу денег, чтобы преодолеть там планку буквально в пять десятых. И все будет хорошо. Какое же на твое лучшее время? Лучшее время у меня было, вот, как раз таки, в 2015 году, 10,2. Это в Рыбинске. Среднее, потому что я здесь показывал 10,4. Ну, и худшее. Худшее не будем говорить. Креста. Текутся на троне водороски. Продолжение следует...